Валерий Медведев Как воробьёнок придумал голосами меняться, и что из этого вышло? Это всё маленький воробьёнок придумал голосами меняться. Он и мышонка, и комарёнка на это подговорил, потому что он был очень завистливый, этот маленький воробьёнок. Он только и делал, что всем завидовал. Особенно одному знакомому собачонку, что тот может громко лаять, а он, воробьёнок, не может. Он может только чирикать. «Разве у нас с вами голоса?» — убеждал он мышонка и комарёнка. «Маленькие, тихие, не знаю, как вам, но мне себя даже слушать противно. Вон у собачонка, медвежонка и котёнка, вот у них это голоса, громкие, сильные, пронзительные. Неужели вам не завидно?» «Вообще-то завидно!» — пропищал комарёнок. «Только зачем же они с нами голосами меняться будут? Им же, наверное, не завидно?» «Завидно, не завидно, а я их уже уговорил. Согласны, хоть сейчас, говорят, поменяемся». «А хорошо бы мне медвежий голос!» — прозвенел комарёнок себе под нос. Ему тоже вдруг стало обидно, что у него такой слабенький голос. «Я бы как заревел на весь лес, чтобы все слышали «вау-вау-вау!»» И комарёнок зазвенел, как бы он заревел на весь лес. Только у него ничего не получилось. Одно «зззззззззззззззз», и то над самым ухом у мышонка. Мышонок отмахнулся от комарёнка и почесал лапкой у себя за ухом. Не верилось ему, что воробьёнок и вправду договорился с медвежонком. А голосом своим ему тоже вдруг захотелось поменяться. У мышат ведь вообще голосов почти что нет. Так, один писк, пи-пи-пи, и даже объяснить невозможно, что это за голос. В общем, пока наши друзья думали-гадали, верили-не верили, на берег реки как раз заявились собачонок, медвежонок и котенок. Шумом, конечно, заявились. Медвежонок ревет, собачонок лает, котенок мяукает. Легки на помине, поздоровались и, не теряя времени, начали меняться. Завистливый воробьенок взял себе голос собачонка, комаренок с медвежонком поменялись, а котенок с мышонком. Дело было под вечер. Не успели своими голосами друг перед другом похвастаться. Как уже пора по домам. Мышонок, медвежонок, котенок и собачонок по домам, конечно, разошлись. А комаренок и воробьенок те разлетелись. Первым добежал до дома мышонок. Он ближе всех жил. Домик у него был под землей. Поскребся он тихо в норку. Слышит мамин голос за дверью. Кто там? Это ты, Мышек. Мыши ведь очень пугливые, и поэтому сразу двери не отворяют. Мяу, мяу, отвечает громко мышонок. Конечно, это я, ваш сын Мышек. Он думал, что ему папа с мамой очень обрадуются. Но за дверью стало тихо-тихо. Мышонок поскребся и громче прежнего. Мяу, брияц, что на языке кошек означает. Откройте, это я. А мать с отцом услышали, что к ним в дом их враг, кошка, стучится. Как стрельнут через черный ход и в лес к самым дальним родственникам. Бегут и думают. Вот до чего кошки обнаглели. В собственном доме покоя не дают. Мышонок мяукал, мяукал, пока не надоело. Обошел дом, видит дверь с черного хода открыта настиж. А дома никого. Отца с матерью и след простыл. Что такое, подумал мышонок. Мяукнул и недовольный улегся спать. Не удалось перед родителями голосом новым похвастаться. А в это время с котенком еще забавнее история приключилась. Подбежал он к дому. Позвонил два длинных, три коротких. Это ты, Васька, постреленок, так поздно? Сердито спросила мама кошка. Сейчас я всех удивлю, подумал котенок и пропищал в ответ мышиным голоском. Пи-пи-пи. Что по мышиному значит я, мамочка. Что за оказия, удивилась кошка. Мышонок в дверь стучится. Сам в рот лезет. И за ужином охотиться не надо. Тут и отец-кот на мышкин голос вышел. И соседи в коридор все повылезли. А вось и нам что-нибудь достанется. Замерли все. Только когти об пол точит. Даже одна облизывается. Сняла старая кошка крючок с дверей бесшумно. Как это только кошки умеют делать. Приоткрыла дверь. Да как бросится на своего котенка. А за ней на него бросился папа-кот и все соседи. И задали же они ему трепку. Шерсть от него так и летела во все стороны. Пока не разобрались, что на своего родственника напали. Это еще что за шутки, промяукала старая кошка. И тебе не стыдно? А маленький Васька-котенок молчит. Потому что ему и впрямь стало стыдно. И еще потому, что он боится сказать мышиным голосом. Опять набросится и бока наломают. Юркнул он молча в комнату под диван. Молча там лежал. А потом все и рассказал, как дело было. А мать-кошка с отцом-котом, как узнали, что он с мышонком голосами поменялся, так его сразу за дверь и на улицу, чтобы впредь неповадно было от своего голоса отказываться. — Стыд-то какой! — мяукнула вслед котенку его мама-кошка. — Без своего голоса домой не возвращайся! Вышел несчастный котенок на улицу. Кругом ночь, чернота. Где мышонка искать, чтобы у него свой голос обратно взять? Не знает. Мыши они всегда от кошек адрес своих норок скрывают. А смешнее всего история с воробьенком завистливым приключилась. С виновником всей этой истории. Он, когда поменялся с собачонком голосом, сразу же домой полетел. Довольный такой, просто счастливый. Летит и на радостях лает, как собачонка, что есть мочи, и даже изо всех сил. А за ним комаренок не отстает. На радостях тоже по медвежонке намурявкает. Тоже изо всех сил. Птицы из гнезд высунулись. Смотрят в темное небо, удивляются. Неужели собаки и медведи по воздуху уже летать научились? Этого только не хватало. А воробьенок тем временем летал, летал и прилетел домой. А у отца с матерью гостей полным-полно. Воробьев, конечно. Хотел он сказать добрый вечер по-воробьиному. А вместо этого получилось гав-гав-гав. А воробьи не кошки, но тоже очень собак боятся. Тем более летающих. Разлетелись с испуга в разные стороны. Так что воробьенок долго перелетал с дерева на дерево и все спрашивал. Вы моего папу и мою маму не видели? А у комаренка еще хуже получилось. У того от медвежьего голоса дом развалился. А мать и отец в обморок попадали. До сих пор, говорят, в себя не пришли. А медвежонка мать с отцом поколотили хорошенько. Он пришел домой, родители уже спят. Лег медвежонок под теплый мамин бочок и пищит по комариному. Спокойной ночи, мамочка. А медвежонкина мать этих комаров терпеть не может. Особенно, когда они еще в нос кусают. Поэтому она развернулась и как ударит медвежонка. Да прямо по лбу. Запищал от боли медвежонок. Но опять не по медвежиному, а по комариному. Это он хотел объяснить, в чем дело. Тут отец с просонья взял, да хлопнул его по затылку. Пришлось медвежонку тоже всю ночь на улице провести. Одним словом, всем досталось. Кое-как ночь переждали, А утром снова все собрались у реки на том же месте. И стали поскорее обратно своими голосами меняться. И правильно сделали. А воробьенок, который всю эту историю затеял, Сказал, Никогда никому не будут завидовать. И правильно сделал, что так сказал. Потому что какой у тебя голос есть, Таким и разговаривай. А если все-таки начнешь кому-нибудь Или чему-нибудь завидовать, Вспомни эту историю. И сразу же перестанешь.